Организационным партнером мероприятия является трансдисциплинарная общественно-научная трибуна, на YouTube-канале которого вкладываются интересные ролики научно-помиллярного направления. Дальше данное мероприятие поддерживает агентство статистических инициатив, которое на Умске представляет информационные ресурсы. Соответственно, это направление представляется наиболее интересным. А почему? Потому что устойчивое развитие – это волшебные магические слова, в которых человечество видит возможный путь по решению глобальных проблем. То есть кризис в экономике, кризис в экологии, кризис системного развития требует новых подходов. ООН говорит, что это возможно сделать в условиях, во-первых, согласованной позиции между 193 странами. Такого еще не бывало в истории на самом деле. И второе, где глобальная модель устойчивого развития может каскадироваться на национальные модели. То есть в итоге мы получаем согласование национальных политик. Я думаю, что впервые в истории это происходит. А теперь слово устойчивое, к сожалению, сейчас начали цепляться ко всему чему угодно. Устойчивый рост, устойчивая прибыль, устойчивые процессы, то есть устойчивое и все. Соответственно, к названию мы вернемся. Я понимаю желание ученых ломить немедленно все основополагающие функции, что ООН не то, название не то, слово развитие тоже не то. Соответственно, я согласен на самом деле, но всему свое время. Как мне представляется, мы к слову названия новой концепции сможем подобрать верные эпитеты, как ни парадоксально в конце наших научных изысканий. Когда мы опишем весь комплекс методологических изысканий, найдем оптимальные слова, чтобы весь комплекс, собственно говоря, писать в двух словах. Поэтому все свое время. Итак, научная консорция устойчивого развития с названием мы уже определились. Почему это 20-30+. Почему, с чего следует по части. На картинке, которая широко сейчас популярна в интернете, на словосочетании «Весна России» есть две картины мира. В поисковом американском поисковой машине Google на фразу «Россия весна» выскакивает серая гамма грязных изображений. Тоже самый поисковый запрос в системе «Яндекс», который сделан русскими программистами. «Весна России» уступает яркие, сочные цвета, золотистые, янтарные луга и все такое прочее. То есть мы можем говорить о том, что нам, возможно, либо та, либо другая страна посовывает ложную картину мира. Какая из них более ложная, вопрос, так сказать, спорный, дискуссионный, остается фактом, что по запросу «Россия весна», попробуйте сегодня дома, мы имеем, так сказать, два мира. Как говорится, два мира, два шапира. Соответственно, ложная картина мира, которая наблюдается в данном случае, она же наблюдается и в научных подходах. Вы помните, например, насчет японца Фукуяма, с его подходом к конец истории. Когда я учился в 2000-х годах в ВУЗе, нам эту, так сказать, историю преподавали, считали, знаете, о демократии это виние с истории, а дальше ничего уже не происходит. То есть в итоге, чуть позже, Фукуяма, знаете, я заблуждался. То есть промывка мозгов мира была выстроена мной на ошибочных основаниях. Такие же истории разворачиваются в современное время, современные футуристические подходы и концепции, которые говорят, давайте мы сделаем демонтаж государства, приведем, давайте мы, значит, из людей сделаем киборгов, потому что это модно и хорошо. Это слово прогресс сейчас так называется. Давайте будем изменять традиционным подходом, значит, в гендерных вопросах и так дальше. То есть под грифом прогресса, к сожалению, происходят часто крайне неплакоприятные, так сказать, те вещи, которые угрожают моральным разложением цивилизации человечества. Поэтому я хочу до вас донести позицию, что есть два мира, ложный и истинный. Главное, так сказать, не попасть в неправильный мир. Так, все комментарии потом. Все комментарии потом, а дружителей мы будем, так сказать, наказывать рублем, я так надеюсь. Теперь следующий вопрос. Итак, картины мира разные, разные миры. А что происходит в реальном секторе экономики? Вот сейчас наблюдаешь, значит, различные высказывания. Ученые, профессоры, деканы, доценты говорят, все плохо. Как это, значит, гипс снимают, клиент уезжает. То есть все плохо. А, собственно, а что плохо-то? Я провел исследование к молодой ученой. Значит, есть такая швейцарская методика по анализу распределения богатств среди населения планеты Земля. Эта методика с 2006 года анализирует количество концентрации богатств у самых богатых людей и их количество самых богатых людей. Я извиняюсь, количество денег у людей среднего достатка и самых бедных. Проведя эту динамику, проведя так называемые кабинетные исследования, я выяснил, что лозунг, что бедные все беднеют, а богатые все богатеют, имеет под собой четкую экономическую основу. Действительно, богатые все богатеют, а бедные все беднеют. Период исследований данных, которые я провел, публикую осенью в коллективной научной монографии, берет с собой следующий период. От 2010 года до 2018 года. Казалось бы, ну и собственно общение с устойчивого развития. Но дело в том, что устойчивое развитие, которое работает официально с 2015 года, оно возникло не в пустоте. До него был такой же документ, такая же программа, ООН, которая работала с 2000 года по 2015 год. Эта программа называлась «Цель развития тысячелетия». В рамках этой программы ООН намеревалась бороться с бедностью, проблемой массовых заболеваний, нехваткой ресурсов, справедливость, в общем, благие пожелания. Как мы видим, исходя из анализа, который можно перепроверить, он объективен, он подвергается проверке, соответственно, научной логике. Мы понимаем, что программа ООН не работала как в 2000-е годы, и, скорее всего, динамика не изменяется в 2015 году. То есть мы имеем основание утверждать, что методика ООН под грифом «устойчивое развитие» не работает. Не работает. Вопрос, зачем она нам такая нужна? Соответственно, поняв, осознав наши интуитивные, субъективные, личностные оценочные предположения, поняв по ним реальную социально-экономическую ткань деградаций, можно предположить, что нужны новые подходы. Какие, пока еще неизвестно, но какие-то новые, иные, возможно, что принципиально иные. Следующий слайд нашей презентации. Несоответствие реальности. Это очень интересный слайд. Это растущая диаграмма этих вот, значит, столбиков. Это мировой долг планеты Земля. В 2018 году планета Земля должна 250 триллионов долларов. Я просто не знаю, кому. Кому должна планета Земля? Или на что? Вопрос, нет, вопрос кому. Вот марсиане, венерианцы, я не знаю, значит, свобос это значит существа. Кому должны страны мира, как не сами себе? В соответствии с динамикой, приложенной на этом растущей диаграмме, задолженность планеты Земля, неизвестно кому, достигла 300% мирового ВВП. Я, значит, казалось бы, вот действительно, давайте подумаем, представим. А не дали сделать какой-то, ну, не знаю, взаимозачет, например, да? Ну, например, там, где это возможно. Думаю, что это возможно. Итак, 250 триллионов долларов мы должны принять на кому. В России на уровне нашей экономики ситуация, например, такая же. Мы нахватали долгов в 90-е годы порядка 100 миллиардов долларов. И их страны платим. При этом мы же списали свои собственные долги отстающим странам нового наследия бывшего СССР тоже на 100 миллиардов долларов. Возникает вопрос. Мы получаем убытки на минус 200 миллиардов долларов. А не взяли было, например, каким-то образом, перезачивались долги, может быть, с дисконтом и прочими, так сказать, интересными экономическими махинациями? Наверное, можно. Итак, как мы видим, что на модели мировой экономики устойчивого развития тоже не работает. Богатые богатеют, слава богу, но мы все, скажем, беднеем. Мы все находимся в экономической машине, как та самая белка, не понимая, собственно, ради чего мы, скажем, живем, существуем. Поэтому вот вся эта, значит, тяжелая экономическая машина, работающая в фронте человечества, прикрывается сверху целями устойчивого развития, которые благостные, их 17, но которые не решают ни одной серьезной реальной проблемы. Собственно говоря, чтобы понять, что они не работают, достаточно посмотреть экономические выводки. Кроме того, что концепция устойчивого развития различные активисты, международные организации, Всемирный банк, ЮНЕСКО, я не знаю, крупнейшие компании свято веруют и эту позицию ретрофлируют дальше, что мы верим в эти ложные цели, мы доносим людей эти позиции, то есть не критично, скажем мягко, не критично их оценивая и не критично их передавать дальше. Эта же ситуация происходит в России. В России есть несколько организаций, которые считают себя адептами устойчивого развития и несут в массу эти ложные цели. Соответственно, знак вопроса, это вот первая цветастая фигура, это цели развития тысячелесия 2000 года, их 8. Они с ними, разумеется, провалены. В 2000 году ООН планировала сократить бедность два раза за 15 лет. Разумеется, это было сделать невозможно при текущей экономической модели. Тем не менее, проваленные цели были увеличены вдвое, XTAL-17, глобальной цели устойчивого развития. То есть мы опять видим очевидные противоречия логики научного подхода. Что бы ни произошло дальше, это подмена понятий, это инверсия смыслов. Есть необходимость на следующей периоде после этого подхода предложить более обоснованную, более научно подтверждаемые насчет предположения и методики реализации. Поэтому условищееся развитие предлагает следующий подход. Этот подход я бы назвал дедуктивным, то есть очень грубо, от общего в частном. Предлагается создать методологическое ГИДРО, где мы рассматриваем на высшем уровне методологию. Объектом рассмотрения служит понимание среды 21 века, сценарные подходы, различные анализы, угрозы и так дальше. Второй уровень, это, собственно говоря, истинная цель развития. Об этом мы поговорим с 29 августа. Третий уровень, это новая модель компонентов устойчивого развития. Пока, напомню, что это триада экономика, экология и социум. Ощутиво не хватает техносферы. Ощутиво не хватает, я предлагаю, в том же ввести компонент информационную среду, включая искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект является уже потихонечку объектом социальных отношений. Поэтому... Ну и так дальше. То есть, поэтому возникает новый компонент устойчивого развития, возникает между ними новая взрывосвязь и более точная картинка описания реальности. Следующий уровень... Устанется, мы... Следующий уровень анализа, я предлагаю, уже национальный интерес России, собственно говоря. А что нужно непосредственно России? Какая должна быть соревновая модель, чтобы мы могли опираться на пожелания мирового сообщества, которое пребывает в слепоте и в неверных оценках реальности? Дальше. Стратегии, тактики и достижения. Сейчас меня заваривают кислыми. Я занимаюсь, например, ракетными технологиями, я хочу забомбить прямо сейчас, как положено, Англию. Это спасет весь наш мир. То есть, человек с инструментального уровня предлагает решения, не понимая высших целей. Это, мне кажется, металлургическая ошибка. Поэтому, одна из целей это обогащение всех присутствующих сторон, в конце концов, особенно, чтобы они могли более бедно понимать окружающую реальность. Ну, дальше. инструментальные проекты и достижения, то есть, проекты непосредственно инструментальные. То есть, конкретная модель, IT-платформа, технология, предположим, утилизация в целом 2 в промышленных масштабах, ну и прочее, конкретные проекты. Ну и потом, прочие вспомогательные сферы, там, предположим, личное сопровождение, информационные модели сопровождения и прочее. То есть, дедуктивный подход. Вот, например, такой дедуктивный подход не отменяет гибкости определенной. Бывает так, что определенную систему, например, систему целей устойчивого развития, бывает, что необходимо лучше понять через, предположим, над систему, это смыслы, либо антология, либо подсистему. Это, например, методики достижения. Поэтому небольшие итерации в надсистему либо подсистему мы, наверное, должны будем делать это неизбежно, так и мы лучше томимся сам в суде их рассмотрения. Но общая конва от общего общественного, она будет сохраняться и надеюсь, что этот подход близок к научной части, так сказать, нашего экспертного сообщества. Научный консорциум, это, я бы сказал так, я вижу, как организационно-информационная платформа, целью является превращение научного знания, это уровень методологии, базовый уровень, который взаимно обогащается от всех участников данного процесса, от него уже могут идти производные любые авторские модели, абсолютно любые. то есть ведро общее, конва общее, мы тут уже все обогащаем интеллектуально, фигнитивно, а потом мы все прави реализовывать на базе этих подходов производные, инструментальные, стратегии, проекты, ну и прочее, значит, истории. Кроме того, научная консорция это экспертное сообщество само по себе, то есть приглашаются в него ученые, исследователи, эксперты, способные принести, способные, от первых, к диалогу полноценному, то есть не в нерадушительному, не критичному, а к полноценному диалогу в рамках научной, деловой и человеческой этики, о чем я, так и говорил. Это новая партия, да? Нет, это экспертное сообщество, то есть не все являются экспертами, это нормально. Дело в том, что в любой популяции, чего бы то ни было, ученики, губернаторы, мэры городов, политики, в любой популяции лишь 10% способны к проактивному диалогу. Так что здесь этот закон работает к расширению на всех стратах, на всех социальных группах, поэтому вала, так сказать, миллионных очередей я не жду, но на устойчивую, скажем так, коммуникационную платформу я рассчитываю. Вот, собственно говоря, я, наверное, в рамках, значит, в рамках коллегии, в рамках, ну, в общем-то, рассказываю консорциум, я, так сказать, закончил. Сейчас я предлагаю передать слово двум нашим доплатчикам опорно.